Здравствуйте, уважаемые конкурсанты, исполнители Golden Time International Music Competition, сезон осень 2021 год. Меня зовут профессор Любовь Лаура Дивилуа, я представляю United States of America, США. И я хочу подвести итоги этого конкурса, отметить самые яркие работы. Их было очень много, в этом конкурсе участвовало намного больше ярких, талантливых музыкантов, чем я слышала в прошлом году. Это меня порадовало. Начну я с номинации композитора. Я очень большое удовольствие получила от этой номинации, от этого прослушивания работ юных композиторов. Меня порадовала Катерина Слепченко. Я вам поставила 10 с пятью плюсами. Это Рахманинов только получил от своего профессора Чайковского такую оценку, когда он сочинил Олега. Катя, вы нашли свой стиль. Это очень редко бывает в композиции. Мы все пытаемся подражать Шопену, Моцарту, Баху. А так, чтобы вот открыть свой стиль и оригинальный стиль, я вас отметила и поставила вам высокую оценку, как я уже сказала. Поразил ваш талант. 730 стихов. И самый главный стиль. Поэма, роман, история, положенные на музыку. Это очень новое направление. Я никогда об этом не слышала. Плюс еще к тому же интересная готическая музыка, средневековые, как бы рыцарские романы показывают инквизицию. Так красиво сделан клип, просто история в музыке. Я вам хочу пожелать, чтобы вы нашли продюсера, который смог бы вас продвинуть. Это очень важно, потому что талантов много, а выходит как бы в будущее, в яркое, очень немногие. И я вам от души хочу пожелать, чтобы вы нашли того человека, который бы вам помог раскрыть свой талант. Потому что вы талантливы и, может быть, даже гениальны. Катя прикольная, мне понравилась. Ваша, во-первых, фамилия, псевдоним, я не знаю. Но действительно вы очень интересная девушка, женщина и красивая, очень красивый клип черно-белый. Поэтому я высоко отметила вашу работу. Ангелина Бабенко из Санкт-Петербурга с Гимн Магнифисен тоже. Я вам поставила высокую оценку, тоже великолепная работа. Светослав Шарков. У вас очень интересное название к произведениям. Лебединая, нахлынула. Что мне понравилось еще тоже в вашем исполнении, в вашем композиции. Что вы как бы через музыку показываете свое нутро. По вашему письму я поняла, что вы очень скромный человек. И музыка это как бы окно, выход всей вашей души через музыку. Поэтому вы мне очень понравились. И я вас как бы высоко поставила вам высокий балл. Валентин Казминин из Белоруссии с композицией «Ночь в лесу». Отличный клип, загадочный, красиво сделанный. Молодец, Валентин. Егор Зайцев, Россия, с композицией «Мгновение». Очень понравилось. Но я хочу вам дать хороший совет. Экспериментируйте больше с гармонией в левой руке. Не забывайте, что существует доминанта, тоника, субдоминанта и побочные гармонии. Если вы стоите на одном зависшем как бы аккорде, это не значит, что мы какой-то новый стиль модернизма. Это просто иногда как бы в сон кладет в такой. Поэтому немножечко более разнообразная левая рука, гармония. Давайте теперь поговорим об инструменталистах. София Гаспарян с Бахом. Утонченно, хорошо, слушайте звук, интонацию, фразу. Я вам поставила высокий балл. Ульяна Безрукова. Вы выставили несколько видео. Детские видео я отметила выше. Потому что у вас хорошая очень техника. Играете вы очень интересно. Но когда вы переходите на Шопен-лист «Made and Wish» и играете уже такую романтическую музыку, все-таки немножко дайте более окрас, фразировку, динамику. Прослушайте не просто гаммы гоняйте вверх-вниз, а просто слушайте, как каждая фраза переходит в другую. И более серьезно подходите, когда вы начинаете работать над композиторами, как Шопен и Ферренс-лист. Евгений Ермолов из Одессы. Вы очень яркий молодой человек. Я отметила ваши четыре работы. Transcendental Etude, хорошая техника. Сложная у вас программа. Дальше вы играете Думка Чайковского. Значит, Чайковского играть вообще очень сложно. Люди, которые берутся за Чайковского, это уже какой-то такой высокий критерий. Поэтому, если вы играете Думку, я бы вам посоветовала послушать Михаила Плетнева, как тонко он это исполняет. Все-таки это деревенская какая-то тема, сельская. Нужно показать рожок, дудочку, капельки дождика. Может быть, даже звук разных животных, гусей. Не знаю, какие-то интересные напевы деревенские. Все-таки более тонко исполняйте. Не жмите так много на аккорды. Не делайте так, это тяжело. Etude Chopin номер четыре. У вас очень хорошая техника, как я сказала, но левая рука немножечко отставала. Продумайте каждый хроматизм. И на последней странице, когда вы играете, там ускорение. И намного сыграйте это ярче, энергичнее. И продумайте педаль, когда вы играете такие произведения. Но удачи вам! Я думаю, что вы будете профессиональным музыкантом. И поэтому я вам желаю светлого будущего. Симона Супера, орган. Я вам поставила десятку. И я такую интересную для себя заметку написала, что если бы я была Людовиком XIV, французским королем, и мы бы жили в 17-16 веке, наверное, я бы вас взяла в придворные музыканты играть в Версалии. У вас очень утонченный звук. Вы бы хорошим придворным музыкантом стали в те времена. Ну и сейчас я, конечно, вам тоже желаю успеха. Азуми Хаеши. Если я скажу неправильно имя, вы меня простите, но по композиции вы из России, по композиции «Танец огня» вы поймете, про кого я говорю. Понравилось очень произведение, отличная энергетика, интранация. Я сказала вам, браво! И очень музыкально вы сыграли. Ирина Селивановская на «Арфе». Очень эстетично, очень красиво. Мне понравилось, как вы показали ваши работы от «Сонаты Скарлатти» и до последнего клипа, где вы сидите в красивом платье, в красивом зале. Великолепная люстра. И все так это красиво. А эстетично. Удачи вам во всем. Вы мне очень понравились. Следующий конкурсант, которого я отметила, Алексей Розов. Или Розов. Простите, если я ударение не так делаю. У вас два видео. Фидлера Аныруф. Великолепно вы сыграли. Великолепно. «Скрипач на крыше». Я прослушала три раза, потому что я находила каждый раз какое-то удовольствие в прослушивании. Мне очень вы понравились. И ваши еврейские зарисовки, композиции, где вы играете с вашим бэндом, можно так сказать, с небольшим оркестром, мне это тоже очень понравилось, потому что вы умеете друг друга слушать, вы ведущая скрипка, вы задаете тон, но остальные музыканты очень хорошо вас поддерживают, слушают, и вы как бы сыграны, и очень у вас все это замечательно. Вы, наверное, профессионал, поэтому если бы я была рядом с вами, я бы с удовольствием сходила на ваш концерт. Удачи вам с вашим музыкальным творчеством. Про мальчика Дениса Попова я хочу сказать, что вы мне очень понравились в прошлом сезоне, я вас отметила. Вы очень выросли. И музыкально, и физически вы подросли. Очень хорошая энергия, очень хороший драйв. Поэтому удачи вам, и надеюсь, в следующем сезоне вы опять меня порадуете. Анастасия Перекрест. Хороший ритм. Мне понравилась Мисс Води, Азарт, музыкальность. Арт, синема, Россия, трио. Музыка из кинофильма Спрут. Вы сыграли великолепно. Я тоже поставила вам десятку. Отличная энергетика. Чамбар, ансамбль из музыки. Чамбар, ансамбль из Мурманска. С вашим Бахом. Вы знаете, великолепно, потому что Бах – это вообще моя слабость. Но вы настолько тонко это сыграли. Продуманно, слаженно. Поэтому, конечно, это десятка высокая оценка. Теперь про двух исполнителей. Гармония, мандолин. Ласкова Юлиана, Ешкедин, Егор. Вы исполняли композицию «Серпантин». Вы знаете, вот название «Серпантин». Ну, что такое «Серпантин»? Ну, это праздник, да, это какой-то праздник, это радость, что-то такое светлое, блестящее. И мне не хватило какого-то вот этого позитивности, азарта. Всё-таки, если вы играете такие произведения, добавьте немножечко энергетики, света и блеска. Остальное вы, в принципе, талантливые музыканты. Послушала вас с удовольствием. Александр Володин, скрипач. Вот я хочу особенно сказать про исполнителей, солистов, которые играют по нотам. Ваши аккомпаниаторы имеют полное право играть по нотам, но вы солист, поэтому, пожалуйста, в следующий раз выучите материал наизусть. Я призываю ко всех участников, что если вы играете соло, инструмент, вы должны выучить это наизусть. Даже к пяти-шестилетним детям это как бы специальный такой, как бы такая специальная просьба, не просьба, а как бы это даже пункт в конкурсе, вы не выставляете работы, если вы не выучили наизусть. Сангласис из Израиля – отличное произведение. Вы стоите на улице, как бы члены каждого поколения, и дети, и подростки, и средний возраст, прекрасная женщина на аккордеоне, очень ярко, очень эмоционально, артистизм большой. Я думаю, что если у вас это семейный подряд, вы, наверное, делаете хорошие деньги, играя так на улице, если это у вас такой доход. А удачи вам, с юмором, все очень интересно. Трио Фире из Израиля. Хорошая идея для пандемии COVID-19, когда мы все были в локдауне, и не могли играть музыканты вместе, поэтому вы сделали очень интересное видео. Три вас играют, как бы, в разных комнатах, но вы вместе это соединили, и, в общем-то, в принципе, очень красиво получилось. Siberian Band. Сибирский ансамбль. У вас такое название, я не знаю, Сибири, вы не Сибири, но название Siberian Band. Клип красивый. Хотелось бы увидеть, кто там позади этого клипа, ваше лицо, ваши руки. Ну, хороший коллектив, удачи вам. В следующий раз просто покажите ваши лица. И в окончании я просто хочу пожелать всем удачи, увидеть много участников из этого конкурса в следующем конкурсе. Самое главное – это не победа, а работа и мотивация выигрывать. Это, как бы, мотивирует вас работать над материалом, приходить на конкурс, побеждать и становиться лучшими музыкантами, расти над собою. Радуйте нас новыми заявками на конкурс. Удачи в следующем сезоне. Спасибо за любовь к музыке и с искусству. И, конечно, всем желаю всегда выигрывать. Всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!